В Ставропольском крае сложная эпидемиологическая обстановка. Благодаря нерабочим дням и временным ограничениям ситуация в регионе улучшается. Постепенно снижается число госпитализаций и заболевших пневмонией. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров на заседании Краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Ситуация за последнюю неделю не изменилась. Она нас тут так и так же напряженная. Цифры вы видите. Больше 460 ежесуточно заболевших. Меньше 10% свободных коек, 5% реанимационных коек. Но, тем не менее, принятые меры по разобщению передачи объявленной президентом выходные однозначно даже сегодня уже можно констатировать, что имеют положительный эффект. Количество пневмоний упало у нас, слава богу, с наших 150-140 до 89-90. Несмотря на некоторые улучшения, ситуация по-прежнему непростая. На совещании было принято решение о введении новых профилактических мер. 8 ноября школьники и студенты продолжат обучение в дистанционном режиме. Нам необходимо сейчас начинать прорабатывать вопрос начала учебного, второй учебной четверти в дистанционном режиме. И я прошу сейчас закрепить это решение как минимум на ближайшую неделю вперед. Для удобства граждан увеличат охват ПЦР-тестирования на дому. В усиленном режиме будут работать волонтеры. Добровольцы будут доставлять некоторым гражданам препараты и продукты. На совещании принято решение расширить коечный фонд еще на 400 мест. Также дополнительные средства выделят на бесплатные лекарства для амбулаторных больных. Возможно, в регионе продлят нерабочие дни. Это будет зависеть от динамики распространения коронавируса. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.